Здравствуйте! Сегодня мы научимся вязать крючком вот такую маленькую розочку с лепестками. Для этого нам понадобится пряжа. Подойдет любая, но я использовала акрил с шерстью. Также нужен подходящий для этой пряжи крючок. Я использовала крючок 3 мм. Также нам понадобится большая иголка для того, чтобы сшить нашу розу в конце вязания. Схему этой розы можно представить вот в таком виде. В общем-то она состоит всего лишь из двух рядов. Вначале нужно набрать цепочку из 19 воздушных петель. Далее в первом ряду у нас будут в основном столбики с двумя накидами. Они будут по 5 провязываться в одну петлю основания. Ну а второй ряд будет как бы обрамлять, завершать вот эти вот столбики с двумя накидами. Первый маленький лепесточек будет состоять из полустолбика, двух столбиков без накида и еще одного полустолбика. А второй и последующие лепестки во втором ряду будут состоять из столбика без накида, двух столбиков с одним накидом, которые провязываются в одно основание. Еще раз двух столбиков с одним накидом, которые провязываются в одно основание. Опять же будет столбик с одним накидом, один, воздушная петля и полустолбик. И так вязание будет продолжаться. Ну я думаю более понятно станет, когда мы сейчас вместе начнем вязать. Начинаем вязание с цепочки из 19 воздушных петель. В конце свяжем еще 4 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3, 4. Начинать первый ряд будем столбиком с двумя накидами, которые мы свяжем в пятую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Для этого делаем 2 накида на крючок. 1, 2, и в пятую петельку провязываем столбик с двумя накидами. Далее в ту же самую петельку основания нам необходимо связать еще 4 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Далее опять делаем 2 накида. Третий столбик с двумя накидами. И, наконец, четвертый столбик с двумя накидами в одну и ту же петельку основания. Таким образом у нас уже получается первый лепесточек нашей розы. После этого пропускаем следующую петлю основания. И через одну, вот в эту петельку, вяжем снова 5 столбиков с двумя накидами. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Столбик с двумя накидами. опять 2 накида третий столбик с двумя накидами опять 2 накида 4 столбик с двумя накидами и наконец пятый столбик с двумя накидами которые мы провязываем в одну и ту же петлю основания так вот у нас получается уже два лепесточка нашей розочки далее вязание первого ряда продолжаем таким же образом то есть пропускаем одну петельку в цепочке основания и во вторую петельку провязываем 5 столбиков с двумя накидами таким образом вяжем до конца ряда когда ряд довязан до конца у нас получается вот такая скрученная лента основания для нашей розочки далее переворачиваем наше вязание и приступаем к вязанию второго ряда где мы будем оформлять лепестки пропускаем одну петельку основания и во вторую провязываем полустолбик так поддеваем провязываем полустолбик следующие две петельки основания мы провяжем по столбику без накида один и второй и далее снова полустолбик таким образом мы оформили первый маленький лепесточек затем приступаем к оформлению второго лепестка для этого провязываем воздушную петлю в следующую петлю основания вяжем столбик с одним накидом делаем накид на крючок и провязываем столбик с одним накидом в следующую петлю основания свяжем уже два столбика с одним накидом 1 и 2 получается такая галочка в следующий столбик основания мы опять повторяем два столбика с одним накидом в следующую петельку вяжем уже один столбик с одним накидом в следующую петельку вяжем уже один столбик с одним накидом воздушная петля и в последний столбик второго лепестка мы свяжем полустолбик вот мы оформили второй лепесток далее вязание продолжаем точно так же как мы вязали второй лепесток то есть воздушная петля столбик с одним накидом два столбика с одним накидом в две следующие петли основания снова столбик с одним накидом воздушная петля и полустолбик в конце второго ряда у нас получается вот такая вот лента из девяти лепестков для того чтобы из нее сделать розу необходимо скрутить эту ленту по спирали начиная с первого самого маленького лепесточка вот таким образом и придать ей нужную форму можно посильнее закрутить можно ослабить далее оставляем рабочую нить подлиннее для того чтобы была возможность сшить нашу розу обрезаем и затягиваем так сейчас находим петельку и затягиваем когда роза будет сформирована окончательно мы вдеваем вот эту длинную ниточку в иголку и сшиваем нашу розочку с изнанки да кстати есть еще и второй вариант как можно скрутить из этой ленточки розу вот эта розочка у нас получилась лепестками внутрь а можно еще сделать такой вариант когда розочка будет как бы с раскрытыми лепестками лепестками снаружи наружу для этого мы берем и переворачиваем ленточку на изнанку и опять же скручиваем ее по спирали так затягиваем и у нас получается вот такой второй не менее интересный вариант выбирайте тот вариант который вам нравится и фиксируйте лепесточки иголкой вот такая небольшая симпатичная розочка с лепестками у нас в итоге получилось спасибо за внимание успехов в вязании и пока пока